Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть по лестнице спустились и за нами такая прешетка закрылась Либо мы ее сами закрыли, чтобы за нами тут никто не вышел Узнает в общем Ну а что касается вот этих двух секретов, за которыми маки находились Мы за ними чуть позже вернемся, потому что они нам сейчас недоступны Ну а попасть мы туда можем уже, считайте, с самого начала игры Потому что совсем скоро попаду один телефон Который меня туда отведет Ну что ж, разбираемся тут с горгулями Все как обычно Еще огнем И переходим дальше Следующий противник у нас будут змеи Три штуки Не так уж много в целом Но все равно проблем достать могут Как и лучше Так, мне показалось, это телепорт хочет зайти Хотя они, по идее, это вообще не делают Потому что они вкусливые Ну все, заходим внутрь Тут же мы сможем подлечиться После недавнего боя И получаем тут два новых предмета То есть том силы и крылья гнева Опять же, хотел сказать крылья полета Спасибо за это сухо Переводами Ну что ж, переходим теперь в следующую комнату Она, пожалуй, будет одной из моих любимых в этом уровне Все почему? Потому что, ну я думаю, вы видите Какое здесь действительно красивое место Такие везде, не знаю, тут Синие стены С морскими пейзажами И к тому же еще некоторые стены тут алинированы Ну, внизу у нас еще рьется вода То есть, вы знаете, это место действительно чем-то упоминает Подводный город И Да, определенно Этот уровень похож на то, что он находится так вот Ну да, подводный такой куполь Лажурная крепость Пожалуй, да, вот из-за этой секции она так и называется Так, на меня тут и вышел уже федянец Хотя что-то как-то его даже не заметил Видимо, я тут просто наступил как-то на лестницу И Бил свой секрет Потому что он оттуда уже как раз и уходит Все, забираем его предметы Также стрелы для арбалета мне не помешают И по идее, если сейчас арбалет отбираю, тогда сзади меня откроет один секрет Сейчас мы туда и отправимся И там меня будут два мага подождать Мы к ним готовы всегда Особенно если знаем то, что они там как раз и есть Так Ну, явно мне не стоило стрелять стен Ну и все Мы с ними расправились Берем с собой сумку с боеприпасами И побежали вперед Так, вот следующая комната мне не очень нравится Потому что я думаю, вы сами видите там Ну да, темные секции есть Что мы лучше используем тут факел Хотя мы будем уже знать, куда стрелять Да, тут у нас есть рыцари Но только они и есть Чего-то уже на этот раз именно они в клетках Хотя раньше там их Заместо них засаживали индианцев Как-то странно Может быть они тут Чисто так вот развлекают народ Как вот зоопар И все, мы с ними в принципе разобрались Но этих дурачков пока что забьем Как-нибудь чуть позже мы к ним еще вернемся Как только мы до этого места дойдем А сейчас у нас, как обычно, горгули Открываем секрет Зачем здесь новую лечащую склянку Так, а здесь у нас не прогулер Я помню Так, побежали вперед До свидания С вами был няшка Oldfax Цвет тоже Ну и вроде все С этими разобрались А дальше какая секция будет Она тоже будет, пожалуй, одна из моих любимых в этой локации Потому что, ну я думаю, вы сами догадались То, что если я сейчас пройду под этой зоной Активируется этот пресс Ну это еще не все Потому что, я думаю, вы сами видите Какие-нибудь противники везде Которые на меня тут начинают выходить Ну и в общем, основная фишка этой комнаты Заключается в том, что вы можете просто вот Всех противников запускать под этот пресс И таким образом их убивать То есть, сам при этом патронов даже не тратится Нехер, придется, конечно, тут Хрючного добивать Особо охумных Либо которые ушли в сельском вперед Либо которые остались там Сзади Второй так курят Ну, в принципе, вот как-то так Вот еще один остался То есть, не знаю, последний или нет Вроде да Посмотрим еще здесь Да, все, здесь никого больше не осталось Так что все, может, нужно собирать все эти склянки В том числе и ту урну мистическую Которую недавно подобрали Так Подлечился Ну и теперь побежали вперед Подождем, пока пресс у нас опустится Берем новую стрелку для арабалета И давайте-ка для начала зайдем в это место Потому что, ну да, все-таки хочется Для начала зачистить А то если сейчас приду в следующую комнату То у меня там Из-за этого могут возникнуть проблемы Если я ее, да, изначально не зачищу То есть прикол в том, что в следующей комнате На месте вот той дыры Там будет прозрачная спина И противники, которые здесь находятся Они могут, по-моему, из нее стрелять То есть вы сами противников не видите Они зато видят вас Ну, в принципе, такое же когда-то было На предыдущих уровнях Единственное то, что здесь, как видите Очень много всяких разных ящиков Поэтому тут будет очень непонятно Куда вообще стрелять И попадетесь ли вообще в голем А то получится, наверное, то, что Вы будете в основном только в ящики стрелять Что да, лучше, конечно, это место Изначально зачистить Потом уже приходить дальше Если вы, конечно, не на скорость играете Так Ну, давайте-ка сейчас мы от этих дурачков Отбавимся с помощью арбалета Берем их стрелы Ключ к светлому будущему И теперь давайте-ка возвращаться обратно С помощью нашего Chaos Device Да, вот как видите Теперь уже Оттоилась какая-то стена Которую можно будет опустить Разработчики молодцы Тоже там додумывались Для того, чтобы Можно было вернуться обратно хотя бы Поставить там рычаг Или переключатель Пускай уж так Ну и переходим в следующую комнату Которую требуется Наш желтый ключ Пауще Chaos Device Как видите Сократил себе немного путь Иначе пришлось бы там Немную эту комнату с прессом Проконить И все в этом роде Было бы не очень удобно Согласитесь Ну вот как видите Такая вот У нас быстрая секция получилась То есть вот Наспела она только начаться Как и Уже все Следующий ключ Так а что у нас ракетница Интересно знать Пока еще восстановление Не нуждается Так что Я не буду пока брать Эту большую кучу ГК-пассов Под это оружие Ну и то пожалуй Мы с арбалета замочим Готов Так Ну и побежали вперед тогда Да и кстати В следующей зоне Тут лучше будет использовать Там Погодите Да Немного Припутал клавиши Да Вот используют Заклинание света Потому что Там впереди будет Вообще такая темня Вы не будете Тут абсолютно ничего видеть И тем не менее Противники видят вас Ну у них видимо Ночное зрение Вполне позволительное Как бы монстры Все дела А мы то Обыкновенный эльф Хотя некоторые считают Что эльфы Они тоже монстры Ну давайте не будем Об этом А то что-то Как-то я тут уже Обыкреды забыл Ну в принципе Я тут уже совсем разобрался И как ни странно Эта комната у нас Считается секретом Я бы даже сказал То что вся эта секция Она будет такая Вот Секрет в секрете Пример следующий И это еще далеко не все Дальше будет Целая серия секретов После вот этой Так До свидания Соблик логоть Выбираем с собой Все бомбы древних Ну и давайте Следующее оружие У нас пускай будет Вытаскивать После Давненько мы им не пользовались Где надо Так Ну что Всех убили Нет Теперь точно все Вот начиная отсюда Да Теперь уже Начинаются Одни сплошные секреты Вот так вот Мы теперь уже Целок 3 собрали И сколько у нас уже получается Еще 3 секрета Нам осталось найти И нам нужно будет Идти вот сюда В комнате Которая требуется Зеленый ключ Берем в руки Ракетницу нашу Активируем Колечко неуязвимости И давайте Сейчас мы От этих Драколаков Избавимся Для начала Уже в своем Изверинце Что тут У рыцари В клетках сидели Это теперь Вот и драколаки Но здесь У нас В водичке Плещутся Личи Звездные Вот я не знаю Видимо Диспырил он Хотел все время Сделать Какой-то Парк развлечения Если так подумать То есть Сначала Одни сплошные Зоопарки Теперь уже Аквапарк Начинается Представьте Диспырил Не таким уж Плохим парнем А мы Главное Собираемся Убить Ну Возможно У него Были Какие-то Свои Методы Мало Сно Человеческие Для того Чтобы Добиться Своей Цели Поэтому Мы Собираемся Остановить Ну А между Тем Мы попадаем В следующую Комнату Где Полно Собли Когтей Появилось Так Теперь От змеи Мы тоже Избавились Ну Здесь Есть Еще Один В принципе Все Разобрались Берем с собой Свиток с картой Дальше Арбалет Ну Давайте Восстановим Это уже Подберем Так А что у нас Там с ракетницей По идее Мы ее Неплохо Так потратили Так что Давайте Подберем Патроны Так Это мне Уж пригодилось Окей Я уже думал То что Не надо было А то На этом уровне Просто Очень много Патронов Для этой Перчатки Драконь Не знаю Давайте Что-ли Здесь Попробуем Если что Вернемся Обратно Там Установимся Да Как видите Тут очень много Гаргуни Так что Перчатка Мне тут Очень сильно Помогает Но Какая секция У нас Будет Дальше Там У нас Опять Будут Эти Прокодила Вот Они Находятся С их Каморка Что Подобно Мы видели Уже В предыдущем Эпизоде Тактика Абсолютно Та же Самая То есть Накидываем Дождиком И потом Они сами Умирают У нас Да Эти Жирные Каргули На них Требуется Целых Дождя По-моему Ну Или По крайней Мере Два Таких Выстрелов Чтобы Убить Прямых Так Теперь От тебя Мы тоже Избавляемся Не Лишайся Мне И пока У нас Действует Том Сила Давайте Мы Заглянем Сюда И избавимся От этих Трех Магов Они У нас Сохраняют Переход На Секретный Уровень Да Именно Здесь Он На Этом Уровне Все Они Больше Ничего Не Дропнули И Теперь Уже Можно Будет Приниматься За Закончательное Добивание Уровня Мне тут Все Что осталось Сделать Это Найти Последний Секрет Который Здесь Находится Дальше Два Последних Противников Интересно Где Еще Один Находится Точно Помню То Один Встретится Где-то В самом Конце То Настоящий Выход Из Уровня Так И Очень Плохо То Что С этих Личей Выпали Какие Предметы Потому Что Собрать Их Никак Не Смогу Да А Ситуация Была Как На Первом Уровне Этого Эпизода Разработчики В этом Плани Были Мало Не Предусмотрительны То Что Давали Такие Секции Которым Нельзя Никак Попасть Честным Образом Тем Не 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 Там Находятся Противники Которые Дропают Себя Вещи Знаете Перфекционисты Вроде Меня Они При Этому Очень Сильно Страдают Так Что К сожалению Этот Уровень Так Ну давайте Какое-то Другое Оружие Из него Постреляем Из арбалет Ну До конца Мы этого Мага Добили Отлично Так Дальше Здесь мы Были Теперь нам Осталось Единственное Что сделать Так Это Так Нет Погодите Собрать Например Патронок Ракетницы Дополнительные Которые Здесь По-моему Находились Дальше Не помешает Мне Немного Патронов Для Отского Посоха Ну В принципе Уже Собрал И Понадобится Это Зачарованный Щит Который Где-то Здесь Находится Вот Он У меня С собой Каждый День Только Твой Если Зачарованный Щит С тобой Да Обязательно Надо было Вспомнить Эту рекламу Наверняка После этого Подписчики Начнут Не то Дизлайки Ставить За это Видео Я знаю Что реклама Это Очень Многих Бесит Ну И между Тем Мы Прошли Первый На сегодня Уровень Лазурная Крепость Переходим Теперь На следующий На секретный Который Называется The Equif Я точно не знаю Как переводится Название Этого уровня Ну Если Верить В google Скоп Перевода То Переводится Это Как Как Водоносный Горизонт Да Такое Замудренное Название Надо сказать Так что Я бы Лично Предложил Такой Вариант Перевода Как Водохранилище Потому Что Ну Да По сути То Своей Этот Уровень На него Очень Сильно Похож Потому Что По центру Будет Такая Большая Водная Секция Которая Опять Будут Пискаться Эти Железные Личи Видимо У них Уже Пошла Вода Такая Тенденция Постоян В этом Эпизоде Просто Даже Если Вспомните Первый Уровень То Они Там Тоже В воде Были Верхнее Один Из них Пока Не Ну В принципе Вот Легкие Напомения Стало Только О них Заговорить Как Они Появились Ну По крайней Мере Здесь Были Только Два Из Там Еще С Другой Странно И Вот Эти Гаргули Которая Там Находится Они По Иде Находится Уже Последний Такой Зоне Находится Лукац Уровня Вот Эта Огромная Вводная Зона Она Будет На самом Деле Не Обязательно Это Так Чисто Для Тех Кто Проходит Уровень Полностью И Хочет Обрать Какие То Вещи А Тогда Не Обязательно Так Ну Тут У нас Спрятались Призрачные Нитроголемы Ну Сам Приятно Ребята Но Мы Слав Богу Избавились Все И побежали Тогда Вперед Нам Тут Ничего Другого Не Остается А Погодите Пакал Забыл Ну Здесь Мы Могу Подобрать И Потом Потому Что Там Будет Откроется Одна Секретка Очень Приятная Входе Как Она Подконеч Только Откроется Так А Здесь У нас Секция Начинается Не Очень Такая Веселая Сказал Воборот Аж Геморройно Потому Что Как Видите Да Тут Пострелять По Гаргульям Как Продолжайте Очень Весел Согласен Так Продолжаем Пакрыцар Вроде Избавился Ага И мне Тут Уже Открыли Дверь Какие Молодцы То есть Я могу Даже Тут По-моему А Или Погодите Эта Дверь Ключ Не Требуется Ладно Я Немного Ошибся Ну Что Собираем Патроны К арбалету И Давайте Сейчас Мы Найдем В этой Секции Два Небольших Секрета К пример Один Из них Находится Вот Здесь С Двумя С Мейдюдами Одного Из которых Мы уже Убили Так Вот Кост Так Выстрелили Потом За стелку Спрятали И все Снова Открыли В принципе Все Тут Даже Не так Уже Сильно Пострадал Чит У меня По-прежнему Есть Так Что Мне тут Особо Назад Возвращать Не придется Заново Которую Не знаю Там Видели Или нет Но Следующий Находится Вот здесь В такой Затемленной Зоне Здесь Еще Один Так Измелю Готов 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 Забираем Чай Девайс И побежали Тогда Вперед Только Вперед Ребята Да Естественно Надо было При этом Еще Получить Красный Топор В лицо Видимо Ты Среди Подрались На Свою Позитивную Наклонность Я даже Не знаю Правильно Я Вообще Сказал Но Без Разницы Ну Что Собираем Стрелы И Прежде Чем Я Пойду Или Погоди Давайте Лучше Для Начала Сюда Сходим Потому Что Я Сейчас Потрачу Как Раз Ракетниц Потом Схожу Туда И Там Немного Остановлю Так Ну Что Стреляем По магам Двух Из них Мы Превратили В Куриц По Моему Это Хорошо Да Естественно Надо было Выстрелить Куриц Из Ракетницы Это Было Очень Разумно С моей Стороны Так И Всех Убил Отлично Так Теперь Забираем Ключ Сразу Отходим На Обратно И Теперь Тут Уже Двое Появилось Ну При Тут Ничего Такого Сложного Нет Если Вы Уже Знаете Что Здесь Вот Эти Маги Появляются Так Еще Двое Подождем Пока Они К нам Достаточно Близко Подлетят Еще Раз Грядюш Готовы На Этих Тронах У нас Находятся Какие-то Синие Шарики Которые Подобрать Не Сможно Да Ребят Я знаю Что Это Патронные Наши Драконь Перчатки Не Надо Мне Тут Писать Об Это В Комментариях Что Это Такое Мало Найдутся Так Уменьки Так Ну Здесь У нас Драколаки Это Как раз То Сам Место Котором Он Говорил Здесь У нас Находится Новый Посоль Феникса Точно Не помню Сколько Здесь Всего Товарищей По Могу 5 Двух Из них Мы Убили Весьма Так Интересная Секция У нас Сейчас Будет Такая Отлогненная Скорее Хотя Мы Сейчас Находимся Под Водном Городе Казалось Быть Тематика У нас В основном Должна Быть Водная Ну Да Здесь Опять Же Доблюдается Такое Интересное Сочетание Огонь И Вода Это Было Втором Эпезоде Что Разработчику Хотелось Быть Дать Должное Очень Здорово Все Придумали Все Подобрали Тут Немного Патронов Для Наши Ракетницы Выходим Отсюда И Приходим Тогда Следующий Сек Погодите Может Лучше Сначала Вернуться За щитом Даже Не знаю Давайте Лучше Для начала Тут Немного Побегаем В принципе Тут Не так Все Опасно Что У нас Есть Только Гаргули Еще Больше Гаргули Там У нас Еще Змеи Люди Прикрятались Ну Это Не Страшно Мы Сами Можем Прикрятаться За Стенки Так Вот Они Не Стрелять Они Вообще Ничего Не Сделают Если Будем Делаться Правильно Как-то Так Давай Выходи Все Молодец Теперь Давайте Возьмем Тю Темную Сферу Подлечимся А Под Небя Кстати Забыл Ну И Все Теперь Уже Пришло Самое Время Остановлю Наши Драконь Перчатки Обязательно Выходим Из этого Секрета Мне Почетно Время Показалось Что Если Вы Войдете В этот Секрет И За Вами Дверь Закроется Обрат Вы Не Выберите Это Было бы Конечно Очень Здорово Ну Ладно Слава Бог У меня Чаус Девайс Хотя Бо Есть И Тут Тема Я Уже Открыл Новый Секрет Были Только Перчатки Некроманта Тоже Так Себе Бонус Так Ну Все Возвращаемся Обратно Я Думаю Тут Уже Лучше Будет Использовать Чаус Девайс Хотя Знаете Что Давайте Кому Пока Не Будет Спешить Потому Что В следующей Зоне Мне Щить Не Понадобится Мне Понадобится Только Два Предмета А именно Том Силы И Кольцо Неуязвимости Да Здесь Горит Очень Много Народу Довольно Опасна Такая Комната Если Были Этих Двух Предметов Не Было То Не Были Большие Неприятности Особенно Без Щита Да Да Веселая Такая Локация Ничего Не Скажешь Ну В целом Если Так Подумать То В этом Секретном Уровне Ничего Такого Прям Сложного Нет Большую Часть Я Уже Прошел Так Кстати Говоря Уже Личи Поджидают Новые Еще Двое Они Последние Это Водные Секции Ну Давайте Девы Один Они Тут Где-то Четыре Выстрела Требуется Все Так Одного Избавился Теперь Суна Следующий Принимаемся Так Давай Еще Один Выстрел Готов Так Ну Теперь Знаете Что Теперь Уже Пора Возвращаться Обратно Да Я Знаю Что Надо Было Конечно Так Ловичка Смеяться Ну В общем Знаю То Что Это Было Было Очень Долго Возвращаться Теперь Обратно Весь Этот Путь Проделывать Ну Следующая Секция Мне Счит Уже Точно Понадобится Там Просто Под Конец Нам Встретятся Еще Два Леча За Последней Дверю И Вот Знаете Они Мне Очень Много Неприятностей Доставляли Перед Ним Я Наверное Даже Сохранюсь Я Даже Не знаю Чего От них Можно Ожидать Они Такие Юмористы Еще Так Ну Вот Если Мы Сейчас Пройдемся По этому Прест Понятное Дело Он Начнет Работать Точнее Да Но Что касательно Вот этого места Такого Затемненного Тут В принципе Есть На уровне Крылья Чтобы Туда Попасть Ну Там Ничего Кроме Лечилок И Патронов И Нет Так Что Туда Даже Особо Не Стоит Залетать Так Ну Это Уже Переход На ту самую Воду Секцию Находится Там Где Крылья Избавляемся От Големов И Один Еще Остается Где-то Другой Страны Да Вот Он Все Прощей Избавились Так И Вот Пожалуй Это Самое Место Перед Которым Я И Сохранимся Давайте Сохранимся На отдельный Сейф Скажем На 8 Берем Собой Книжечку Столом Силы И Какое Заклинание Выберу Вот Это Пожалуй Дождик Вроде На этот Раз Если Чем Разбираясь На Удивление Хорошо Особо Не торнадо Сами Кидаются Так Погодите Опять Жегок Напомини Стол Мне Только Об нем Заговорить Как Он Тут Появился Причем Даже По-моему Наслоившийся Если Правильно Понимаю То Я Честно Не Должен Буду Уже Усправиться Со Так Что Наверное Даже Зря Беспокоился Все Рано Личная Мера Предосторожности Мне тут Явно Помешает Так Ну А теперь Все Пришло Само Время Тут Добивать Последнего Противника Это Будет Маг Он У нас Будет Находиться На Старте Локации Да И По идее После Того Как Вы Попадаете В эту Водную Зону То Он Сразу Начинает На Агриться Да Кстати Интересная Такая Дверь Которая Выглядит Как Дымка Посреди Воды Да Тут Везде Такие Красивые Анимированные Стены Верняка Тем временам Досмотрелось Очень круто Хотя Мне это И сейчас Очень нравится Потому Что Я Жал Пфак Пфак Ну И Да Вот В общем Да И сам Маг Которого Мы боялись Да Я сразу Этот Зачерненный Щит Не стал Брать Потому Что Мало Либо Он Сейчас Попал Тогда Я Потратил Это Было Не Очень Здорово Не Очень Красиво Мы Тогда Уровень Прошли Но Между Тем Все Мы Тут Уже Погодите Я Все Собрал Да Все Непонятно Вообще Для чего Делали Этот Секрет Общеб Пустой Ну Тем Не Менее Да Секрет Мы Все Посетили Убили И Все Предметы Нашли Единственное Что Мне Осталось Дело Это Найти Тот Самый Зачеронный Щит Это Можно Занять Некоторое Время Ребят Так Что Я Пожалуй Ускорюсь Ну Что Ребята Снова Здесь Полностью Восстановил Со Щит У Мне Тоже На Месте Единственное Чего Тут Некрасиво Так Это То Что У У Ракетница Не Полностью Установлена Ну В 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 Ну И Все Тогда Переходим На Следующий Уровень Эквифер Мы Прошли Что бы то Ни Было И Переходим На Уровень Под Названием The Ophidian Lair Да Очень Оригинальное Название Уровня Знаю Тут Наверное Немногие догадаются Какого противника Мы на нем встретим Ну Естественно Офидианцев Кого же еще Они нас Собственно И встречают С того Начало Да И стало Мне только Выстрелить Как На меня Тут Сразу Жагрится Минотавр Видимо Из-за того Что Я тут Начал Змущаться Насчет Оригинальности Уровня Либо Его Разозлило Вообще Мое Тут Присутствие Ну Что Блин Уже Септа Ненависть Минотавра Все дела Да Минотавр Это Дело Так Ну Что Разбираемся Тут С Первую Старту Локацию Мне кажется Противников Не очень много Хотя Определенно Тут Не стоит Расслабляться Хотя Потому Что Здесь Минотавры Есть Двумя Лечами И вот Эти Еще Парни Сверх По мне Постоянно Стреляют Да И вот Эти Смерчи Тут Еще Быть Они Неладно На самом Деле Мне надо Вообще Идти Другое Место Но Я решил Просто Чтобы Было Лучше Именно Вот С Этим Ребятами Разобраться Потом Намешались Так Вот Наконец Одного Добили Одного Вроде Тоже И вот Эти У нас Еще Остаются Ребятки Теперь Давайте Достанем Ракетницу И стрелим По нему И он Готов Все Теперь У нас Остается Так Вот Лечи Которого Тоже Стоит Убить Потом Мы Намешались Так И Видимо По мне Кто-то Еще Стреляет Ты Нет Торнадо Мне Твоя помощь Не нужна Я Без тебя Тут Могу Достать Все Наконец Добили Его Кто-то Еще Один Лич Где-то Остался По-моему Или нет Инотавра Ся Кузу Убил В таком случае Все Замечательно То есть Мы сможем Проходить Уровень Дальше Наконец Так Ну Здесь У нас Опять Ж Эти Змеи Пару Раз По ним Выстрелим Из Ракетниц Потом Добьем Там Старбалет И все Дела Так А дальше У нас Уже Пойдут Да Собликопцы Это Не всегда Готово К этим Азки Мнях Че-то Пока Что Брать Не Буду Потому Что Мне И Этот По Не Устраивает Прям Тоже Забавляемся Бежали Дальше И тут У нас Уже Пошли Гаргули Тоже Не знаю Тут Какое Оружие Против Них Лучше Подойдет Давайте Сарбалет Побягаем Стыдут Что Будет Разумно Застрелять Из Ракетницы Когда И тут Так Много Они Могут Легко Оружить Хотя Знаете Вот Это Место Такое Привлекательное В плане Чтобы По Них Пострелять Шарик Так От них Закинуть Так Нет Опять Убирает Не то Оружие Все Так Путается У меня Только 6 7 У нас Узывается Балава Да Я знаю Что Она Прикольно Стреляет Этими Шариками Но Покетница Не хотелось Быть Лучше Так С Этим И все Ну И теперь Давайте Собирать Тут Все Что Плохо Лежит И Открывать Какие Секреты К примеру Вот здесь У нас Находится Несколько Да Соблик Актечет На время Забыл Как они Называются Как ни странно Забираем Факел И с другой Стороны У нас Находится Еще Несколько Таких Жеребят Ребятушек Все Готово Забираем Патроны И по-моему Здесь уже Больше Ничего Нет Все Тогда Переходим Например Сюда И Добавляемся От этой Гаргули И Опять же Пока что Брать не буду И Давайте Я Наверное Опять же Сохранюсь Как-то Зачистил Эта серия Да Опять же Не уверен Смонкули Тут Это место Пройти С первого Раза Ну В общем Здесь Что Будет Быть опасно Так Это Очень Много Магов И Что Очень Плохо Так Это То Что Вот Этот Перетраш Он Будет Постоянно Закрываться Ладно Там Уже Один Маг Остался Он Уже Не Такой Страшный До Седания Ну А этот Телепорт Нас Перейдет Как раз То Место Где Нас Ждали Личи С Минотавром Мы Против Минотавра Используем Следующую Тактику То То Самое Что И Конец Второго Эпизода Как Мы Убивали Его Собрать С Повыши Нашего Кнемета Хотя В принципе Одного Минотавра Можно Победить И С Повыши Некромат Сверских Причатов Усиленных Вполне Так Это Можно Сделать Даже Без Кольца Неуязвимости Правда При Этого Весь Су Щит Потратить Ну Это Так Все Проблема По Моему Так Вот Я Не знаю Стоит Брать Сейчас Новочи Давайте Возьмем Заодно Есть Желтый Ключ Соответственно Смогу Пойти Сюда Так И Что Нас Деть Поджидает А Здесь У нас Змеи Опять Вот Как Значит Опять В Опять Же Тут Начинаю Страдать Этих Выстрелов Казалось Бы Слабеньких Но Очень Часто Вылетают Так Разобрались Ну И Теперь У нас Начинают Открываться Все Вот Эти Стены Большинство Возника Не будут Необязательны Похождение По-моему Одну из них Все-таки Придется Открыть Если Конечно Не ошибаюсь Да Все Изначально Закрыты Вы Сами Никак Не Откроете Ну Да Будем Сейчас Стрелять Из Арбалета Как По Мне Это Будет Наиболее Оптимально Чтобы Ракетницы Так Не Тратить Особо Вроде Как Патронов Для Оружия Здесь Хватает Еще Одни Ребята И вот Против вас Пожалуй Использую Ракетницу Все Только У вас тут Двое С арбалетом И буду Вас Долго Мочить Так Давайте Еще Где-то Нафиг Два Выстрела Да Готов Так Здесь У нас Абсолютно Такая Ситуация Давайте Возьмемся За Нашадский Позор От него Почему-то Сразу Так Избались Как Пал Последний Ну Наверное Потому Что Его Тут Спел Вот Офидянец Продамажить Так Дальше Неплохо Было бы Сейчас Наверное Установиться И побежали Тогда Вперед Ой Вот Следующую Комнату Я очень Не люблю Гаргулит Вот Абсолютно Кто-то Стоит Бояться На самом Поделе Опасность Кристаля Тут Далеко Не они Потому Что Нам Встретиться Впереди Впереди Нас Будет Поджидать Очень Много Мага Да Я думаю Сами Понимаете Как Я их Тут Люблю В этой Игре За Их Тренные Выстрелы Ну Мы В принципе С ними Достаточно Быстро Разобрались Но Это Еще Не Все Потому Что На Маге У нас Не Заканчивается Будет Еще Немногим Хорошо Что Они Меня Тут Даже Не Задели Так И Помню У них Здесь Также Еще Агресс Нанее Царли Кот От них Лучше Сразу Избавиться Что Потом Не Мешались Так И Давайте Теперь Вот Этих Ребят Ждать Пока Они К Нам Выйдут Весел Такой Вообще Звук Был Когда Этих Троих Магов Убил Какой Сразу Наложился Я Не знаю Как Это Было Вашим Ушам По Ощущениям Надеюсь Это Было НС Вредно Так Здесь У нас Переход По-моему Идет На Самую Секцию Где По нам Когда Стреляли Эти Федеанцы Даже Не Обязательно Все Равно Так Дальше Подбираем Темную Сферу Теперь Мы Идем Обратно И Надо Были Сейчас Взять Этот Зеленый Ключ Да Сразу Начинают Агриться Все Эти Ребята Все Так Аклон Ничего Не Скажешь Хотя Мы Все Что Хотели Сделать Зеленый Ключ Забрать Ну Да Естественно Еще И Здесь Есть Как Ж Без Тебя 500 Откуда Взялось Так И Погодите Я тут Еще Не Был Здесь Например Я точно Не знаю Как это место Проходить Давайте Попробуем Помочь Этого Оружия Как Оно Здесь Должно Помочь Да По-моему Неплохо Отправились Потому что Я думаю Вы сами Заметили Тут Появляются Вот эти Ребята Которые Могут Встать На вашем Пути И Не дать Вам Выйти Просто Так Ну а Теперь Все Переходим К Последней Двери Где Ну да Зеленая Дверь Не помню Есть ли На этой Карте Сиди Ключ Ну Если Есть Он Поможет мне Открыть Разве Что Последнюю Дверь Больше Нигде Тут Понадобится Ну я имею Ввиду Дверь Уже Навыка Цуров Так Забираем Тут Нечистку Урну Дальше Здесь Все А Игор Гульон Появился Как же Без вас Так Ну хорошо Что С офигенцами Тут Уже Справился То есть Они Тут Уже Больше Мешаться Точно Не Будут Давайте Нажмем На этот Приключатель Мне Должен Будет Открыть Выход Наружу Так А что Дело С тобой Интересно Давайте Выстрелим Один Раз Из Ракетниц Все Добили Получаем Тут Серебряный Щит Помним Что Еще Один У нас Поджидает Той Самой Нычки С Минотавром Так И Вот Он Уже Открылся У нас Выход На Следующий Уровень Ну Все Мне Тут Осталось Сражаться Не Так Уже Много Единственное Мага Остался Победить Так Ребят Прошу Прощения То Что Все Так Получилось Продолжаем Играть Как Уже Горел Дам Мне Тут Совсем Немного Осталось Противника 2 Даже Знать Где их Примерно Искать Не Волнуйтесь Сейчас Давайте Даже Что Немного Достанем Вроде Швадского Посор Да Все Два Собли Когти Вот Здесь Они Находились Забираем Здесь Видок Карты И Единственное Что Мне Стало Сделать Это Найти Здесь Последний Секрет Мне Также Помешает Наверное Взять Патрон Вот Здесь Тут Вижу Из Большой Руны Как То Что Мне Нужно И Я Даже Сам Не Заметил Как Я Собрал Эту Склян Кулящую Которая Мне Была Нужна Ну Все Давайте Сейчас Быстр Сгоняем Ту Нычку Может Я Даже Путь Эту Успел Установить Знаю Скажу Здесь Два Шара Для Наш Посоха Феникс Не Знаю Там Ли Они Есть Может Как На Другом Месте А Ну Кстати Говорящие Не Помешать Дядь Этот Зачарован Щит Обязательно Так Ну Учит А Что Эти Огненная Сфера Обычно Падут Как Раз Этих Смей Людов То Может Быть Как Раз Эти Труп И Стоит Поискать Верника Они Рядом Подъем Наверх Смотрю По Карте Ага Вот Здесь Находится Кажется Тут Уже Все Собрал Так Ребят Потерпеть Немного Сейчас Скоро Буду Заканчивать В принципе Все Я уже Все Нашел Так Что Спокойно Могу Уходить С Этого Уровня Наконец Прошли Этот Офиген Лэйр За 12 Минут В принципе Это Золы Страха Видимо Ну Их Будем Проходить Уже В следующей Серии Ровно Как И Последние Три Уровня Ну А Значит Да В следующей Серии Будем Сражаться С Эм Дис Перилом Это Все Так Случится Так Что Следующая Серия Обещает Быть Очень Интересной Ну А Теперь Все Мои Дорогие Друзья Спасибо Все Кто Меня Смотрел Спасибо За Ваше Внимание С вами На связи Был Няшков Фак Сэпт Всем пока Удачи И до новых Встречей В следующей Серии По Еретику